В первый день осени с погодой очень повезло. Яркое, по-летнему теплое солнце согревало всех, кто пришел на Малую Поляну Парка Захарова на празднование векового юбилея сельского поселения. По доброй традиции праздник начался с награждения самых активных жителей, тех, кто своим многолетним трудом доказал любовь к родному краю. В этот день звучало много теплых слов, и первые были от главы поселения Марии Мотылевой. Захаровский сельский совет был образован в 1918 году. В 1957 году указом Президиума Верховного Совета, он был из Звенигородского уезда Московской губернии переведен в Кунцевский район. На тот момент мы с вами были в составе Кунцевского района Московской области. И только в 1965 году мы вошли в состав Одинцовского района Московской области, где до сих пор и находимся. Вот такой долгий вековой путь, который мы с вами прошли вместе. Неожиданным подарком для гостей и лично для съемочной группы Одинцовского телевидения стало выступление нашей коллеги, режиссера и автора программ Марии Шматковой, которая очень проникновенно исполнила песню «Россия моя». Россия моя — купола золотые, Россия моя — удивительный край, Россия моя — небеса голубые. Собственным исполнением порадовал жителей и директор Захаровского Дома культуры Владимир Гинецкий. Стоит от липы аромат, Захарова среди налета, Ныряют ласточки в закат, Тепло стоит, душа согрета. В праздничный день не обошлось и без награждения многодетных семей. Их оказалось настолько много, что все они едва уместились на сцене. Памятные подарки, цветы и духовная литература от настоятеля храма благоверных святых Петра и Февронии, отца Ильи. Для детей подготовили много интерактивных зон и развлечений, но больше всего ребятам понравилось стрелять из лука и попадать в цель. Изюминкой праздника в этом году стали кресла-мешки, на которых, удобно расположившись, можно было отдохнуть, пообщаться и посмотреть концертную программу. Празднование продолжалось до глубокой ночи. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.